Пацаны, показываю наглядно. Слушайте, вот старая, вот новая. Вот всегда мне казалось, что у меня дребезжит вечно в салоне. Смотрите, вот. Следующая такая приятная мелочь салон, это вот эти экраны. Тяжело было найти, хорошо, что на Тайм Турбо все-таки нашел. Вообще вот в оригинальном цвете все, вот все как завод, прикиньте пацаны. Только вот одна песня в голове заела, не могу найти. Что за песня, ну-ка, напой. No show, is she birdie, come on a man, is she birdie. Знаешь такую песню? Я не знаю, это песня. Ну-ка еще раз напой, помедленнее. No show, is she birdie, come on a man, is she birdie. Я не знаю, это песня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все своими руками В общем это делали многие Но я хочу внести еще такие маленькие изюминги Помимо багажника нашего Который вот так делает Но это не суть Я вам покажу как это сделать вообще легко У себя прям во дворе Еще сюда установим пару мелочей В салон Буквально там на тысячу полторы где-то вышло Я думаю будет серия очень интересная Обязательно поддержите лайком Пишите в комментариях как получилось И еще один момент Я вам просто предысторию расскажу Я хотел вообще заняться багажником И что я хочу в итоге получить Я хотел сделать жесткий пол Чтоб все функционировало Вообще бомбически То есть посередине открывалась стандартно Под запаску Ниша Боковые эти тоже чтоб открывались Чтоб тоже была ниша И по бокам встроить стелс короба А тут посередине установить усилители В общем у меня такая идея Я не знаю конечно получится это в итоге колхозно или нет Но в этом ролике я вам покажу Только именно пол Или все таким покажем Ладно покажу Давай просто перейдем Пацаны только одним глазом Это в следующем ролике будет кстати обязательно Знаете что надо сделать Оповещение вот это Колокольчик сделайте тоже А то там что-то в оповещение не приходит Уведомление Короче просто так чуть-чуть Чуть-чуть Так чуть-чуть Чуть-чуть Пару кадров Пацаны Стелс короба делал своими руками Но это Ой-ой-ой Это уже в следующем ролике Я чуть не упал Это я вам говорю Они еще не хотят вам показываться Вот Короче я думаю будет очень интересно В общем поехали за посылкой На Вести поедем В общем сейчас поедем на Вести Заберем полностью посылки Я вам покажу что я приобрел На нашу десяточку Ну и собственно будем устанавливать Приятного вам просмотра И просто кайфаните От этой серии Старался Честно Вообще я то это все и сам делаю Но вам же надо показать Правильно Все поехали Все поедем на этой Бомбишке Забирать посылочку На десятку Субтитры сделал DimaTorzok Дальше буду показывать с телефона Я думаю с этой большой камерой Показывать не вариант В общем распаковку тоже покажу Как все пришло Как все доставили Все забрали Все открыли Все четко Все нравится Бампера все вскрыли В багажнике Тоже Суппорта Короче пацаны Вообще Офигенски Тут еще нюансики Это на четырочку Как я их долго искал Вот Ну и тут тоже Вакуумник Спортивный И спортивный будет Это органайзер Блин Органайзер Вообще бомба Ну все Сейчас будем закидывать Этот Веста все влезает Все Четко На вот На вот таких вот Движениях Пацаны Я чуть Все Главное Все забрали Еще жарко Что-то жарко Субтитры сделал DimaTorzok Так Ну Криво Косо Ну так в целом Неплохо Что-то у нас есть Но я помню Что правая сторона По-моему Или больше Или меньше Ну не знаю Я чертил Все четко Должно быть Грудеть И так Симметрично Сейчас мы Так Это задняя часть Сейчас я их отрежу Наверное Пополам Наверное Вот И примерим Как это будет выглядеть Все должно быть четко Все изгибы Все повторяет Но для моих целей Это более чем Достаточно Здесь у меня стоял Скороб же будет Как я уже говорил Поэтому все четко Так Пацаны Докладываю В общем Вырезал я А как ее запихнуть Она же так не влезет Короче Начитался Я на Drive 2 То что там делят На две части Делаю там Из четырех частей В общем В этом ролике Все показываю Как оно есть Ничего не скрываю В общем Мне кажется Эти я мало Сделал 25 Надо было больше Но это не проблема Если что У меня есть Чего выпилить В общем Сделаем ровную Там дальше Что-то придумаем Я же здесь еще хочу Так уже Закрыть В общем В размышлениях В общем 89 где-то делают 89-90 Ширину Просто ровной Но я хочу Изгибы Чтоб тоже повторяло Но в принципе Потом Закроется Тоже Как это будет Декоративная Тоже вставка Хочу здесь разместить Усилители Еще конечно До конца Прям Не придумал Именно как их разместить Но я думаю Что те края Закроем Может Ну так допустим И тех углов Не будет видно То есть Как-то так сделать Здесь запаска будет То есть Это все ясно В общем Сейчас буду Ровно выпиливать 89-90 Сантиметров Чтобы вот Ровно Оно влезло Ну и кармашки Соответственно Вот эти 25 сантиметров Уже маловато будет Надо делать Где-то 30 их Короче 2-3 сантиметра Видите Уже как бы Не до конца Она доходит Но в принципе Здесь честно Все равно Доходит Нет Я же говорю Все равно Здесь будут у меня Сабы стоять То есть Они роли особо Не играют Прям так таковой Все равно Они будут упираться На вот эти Пластмассовые Вот Ну Сейчас в общем Буду думать Но главное Сейчас выпилю Ровную Поверхность Чтобы была Дальше уже Здесь определюсь Что как сделать Либо новые Либо эти Оставлю В общем Все показываю Ребят Как оно есть По ходу дела Косяки не косяки Все покажу Эти кстати Все тоже заделал На всякий случай Потому что я пихал сюда Не влазит Криво Косо Думаю В общем Вот так Так пацаны В общем Вот как у меня Все получилось Я не знаю Как там типы делают 90 сантиметров У меня шумки Там большой слой Плюс еще Ну Вибро Шумоизоляция У меня это все Торчит Ну вот все Это максимум У меня изгиб здесь идет Ну может сантиметр есть Там вообще впритык Сейчас я вам все покажу Сколько сантиметров Ну вот Боковушки переделал Все четко Ну запасом сделал Чтоб открывалось Но опять же повторюсь Это все здесь неважно Сейчас буду уже делать Стелс короба Но это в следующем видео Вы увидите Короче Сейчас я вам покажу У меня видите Линейка номер Он все равно старый Вот смотрите Понятно что Не прям идеально Я там отрезал Ну Где-то там Чуть-чуть Вот 86 Пацаны Лично у меня Но у вас должно быть больше Потому что Я же говорю Здесь слоя Очень много Было Мягкий слой Вот он дает Прям большой Ну Большой слой Мягкий слой Дает большой слой Эти у меня вышли Вот 31 Запасом И тут Давайте сейчас посмотрим И тут точно так же 31 Поэтому Как-то вот так все получается Я тут примерно расчертил Для запаски Уже примеряюсь Как будет выглядеть Вот здесь все Короче Сейчас буду делать Стелс короб Уже взял Эпоксидку Не эпоксидку Но это вы увидите В следующем видео Вот смотрите Как бы Вот Я думаю Да прикольно будет Ну двенашка Единственное Я хочу 12 Сабы Пацаны Сюда Я не знаю Как я их сюда запихну Им объема будет Очень мало Ну Посмотрим Как получится И кстати Кольца Скорее всего Буду сам делать Под них Потому что Они очень дорогие Там 700 рублей Одно кольцо Но это Пацаны Нереально Ладно Сейчас дальше Включимся Пока здесь поделаю Вот И надо уже Брать материал И перешив Ну Перетягивать Это все Так Все пропылесосил Все это Вытащил В общем Предварительно Показываю Дальше Покажу вам Все размеры Все будет Вот Вырезал Центральную часть Под запаску Уже все хорошо Подходит Вот И вот такие вот Планочки Спотаем Чтобы была Опора Навесы Такие купил Тоже Решил Две штуки Сделать Чтобы больше Было На них А то на одной Как-то мне кажется Будет Хлипковато В общем Тоже вот такие Вот Отверстия Тоже Вырезали Вот так Все это Будет Дело Выглядеть Ну а дальше Вам все Покажу Вот Так Примерочка У нас Вместо петельки Саморез Вот Все не цепляет Все четко Вообще Да ладно Да ладно Уже колесо Примеряли Все Все входит Все хорошо Начали перетягивать Материалом Красивым Вниз Фальшполом Тоже вниз В общем Уже вот так сделал Углы Натянул Вот все четко Заходит Это вот Специально Сделал Чтобы Прям вообще Крепко Оно стояло В багажнике Вот таких Куча планочек Вот У вас может быть По другому Потому что У меня шумки Дофига Там Там Где-то Косяки Поэтому Пришлось Где-то Подложить Вот Ну и сейчас Будем все это Дело Клеем Замазывать В общем Сейчас покажу Красиво В общем В общем Уже все сделали Вот так это выглядит Еще не переворачивали Вот Надо там Еще одно сделать Вот Ну и вот Петельки Есть Все Сейчас перевернем Посмотрим Что получилось Ну вот Все расстояние Да Вось Так Сколько Девяносто восемь Девяносто восемь Вверх Этот Мы здесь еще Под эту Середину Вырезали Тоже Пластмассово Девяносто восемь Девяносто восемь А так А ширина Вверх Ширина Восемьсят девять Восемьдесят девять Ага А эти Ну Здесь Надо делать В любом случае Под себя Вот Вот эти боковушки Под себя Надо делать Восьмь Восьмь Восемьдесят Короче Вот эту Боковушечку Давай вот так Отсюда вот и сюда просто так толку то нет конечно от этого 30 с половиной ну все вот наш фальшпол красиво очень получилось сейчас надо найти люк не ну вообще это все будет выглядеть вот так очень мне нравится бомбишка красиво атаку чик вообще все не собирается ничего в общем наш фальшпол готов я думал честно сказать еще сделать окантовку но что-то передумал и так все отлично выглядит все так открывается и закрывается но здесь соответственно все то же самое ничего не оттопырчив не оттопыривается все хоробулин очень красиво выглядит все сейчас закинем и ну и посмотрим как получилось все это дело надо штамп еще покрасить чтоб открывать и вообще было четко все блин короче блин пацаны дождь пошел дождь пошел блин в общем ребятки у нас все четко получается открывается вот так вот красиво запаска у нас да надеюсь видно но у нас есть много свободного места правильно да мы же не можем в колесу там что-то складно можем конечно надо же все цивильно и в общем на time turbo за заказал такой вот органайзер походу я уже старею вот сюда конечно бы какие-нибудь опоры прикольные но это это все потом все вот это четенько кстати ребят для тех кто не хочет заморачиваться жестким полом сам делать вот на time turbo есть вкладочка акустические полки подиум и короба для вас 21 10 12 вот просто вам покажу вот здесь выбираете вкладку там короба вот следующем ролике я буду сделать стелс короб но выберем жесткий пол органайзеры и фальш полы фальш пол их вот ну и собственно здесь можно увидеть сколько будет стоить пол ориентировочно 2000 рублей 2 2 500 где-то вот так у нас же наш пол вышел материал 1200 лист этот весь я купил за 1000 рублей ну и там на мелочевку там клей и все такое ориентировочно тоже 2 500 поэтому для тех кто не хочет париться может это все приобрести уже готова на time turbo кстати органайзер кто мне писал типа я опубликовал отзыв на time turbo в группе и мне начали задавать вопросы вообще для чего этот органайзеры и пишут как он вообще сам по жесткости вот смотрите я нажимаю вот сильно нажимаю типа он там уступает обычный который полиуретановый из чего там который на вести стоят завода вообще четкий он пацаны я не знаю честно вообще все все четко встает я считаю это как-то намного интереснее выглядит чем просто тупо штамп и да чуть не забыл сейчас на time turbo до 50 процентов скидочки продолжаются так что можете на какие-то ништяки там на обивку или же на руль но зайдите посмотрите там на определенные товары есть хорошие скидки поэтому ребята очень хорошая возможность приобрести качественные товары по очень хорошим ценам заходя на time turbo вы можете приобрести вот буквально там от стоков до тюнгованных автозапчастей допустим вот этот даже элементарный органайзер очень не было тяжело найти но все-таки его нашел огромное им спасибо ну и вообще мелочевка или же там что-то масштабное там есть даже у них компрессор за 130 тысяч вообще в шоке был я такой первый раз вижу в общем эксклюзива очень много на сайте все очень удобно расположено по категориям там подвеска выхлоп там двойной выхлоп вообще шикарная тоже все заказывал на четырку двойной выхлоп там подвеска по мотору комплектующий в общем все абсолютно есть плюс у них есть официальная группа вконтакте где вы можете буквально там за лайк часто у них проходят конкурсы выиграть какой-либо приз поэтому следите за новостями но мы собственно продолжаем следующая такая приятная мелочь салон это вот вот эти экраны они вот в ногах находятся постоянно его царапаю его красил тяжело было найти хорошо что на time turbo все-таки нашел вообще вот в оригинальном цвете все вот вот все как как завод прикиньте пацаны сейчас в общем установим с этой стороны тоже вам покажу прикольнетесь как все стрёмно но у меня тут еще подстаканник но я его уберу он у меня просто здесь установлен вот видите как он все зашарпанная вот красил вот оригинал а вот я красил но она все от ног зашарпанная машина 2007 года как бы вот но и сейчас мы с обеих сторон все это дело поменяем и и и и и и и и и так пацаны в общем это дело все убрал я вот такой вот был прошлый ужасный весь теперь все это дело выглядит вот так конечно отличается центральной консоли но опять же вам еще раз повторюсь центральную консоль тяжело было найти но чтоб живой то есть вот и вот эти даже тяжело найти экраны вот эти тоже новые в пороге вот и вот эти теперь новые но не к намного стало приятнее по крайней мере то это все заезженное все поцарапанное она все облезла вся эта краска ну короче вот так сделал не на мне нравится с обеих сторон сейчас дальше вам еще одну вещь покажу сейчас прикольнете смотрите следующий какой косяк они уже выгорели но это все понятно что вы говорили думаю вот всегда мне казалось что мне 3 бежит вечно в салоне смотрите а короче постоянно залипла плохо застегивается и когда вот едете ну не за вот уже от старости короче сейчас будем снимать менять я думаю будет четко вот видите центральную консоль я не мог найти я хотел я ее покрасил когда шумил все сделано ничего ничего страшного короче с будем откручивать и менять вот эту санину который 2007 года уже залипшая сиденье сиденье подвинули дальше ложимся в позу не знаю какой видите я его открутил видно вот 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 этот я уже открутим вот все не надо снимать там сиденье еще что-то сейчас вылезет улазить вот она кончены все из-за него начиналось вот смотрите как он стремно сейчас короче новые будем открывать открывать новенькие и ставить вместе с на первый раз ставлю левый правый есть разница вообще наверно есть такие напишите пока я не поставил тоже вот вроде мелочь да вот она отребезжала бесила меня уже сколько этот сумма надо хотя бы все это взять вам показать он новенькая смотрите какое уже с болтом сотрите шайбочки ой-ой-ой это мне уже на зрите черное уже это тоже черный но это прям черный черный так вот что я снимаю вот так заглушки тоже вот в комплекте две заглушки все пацаны сейчас будем стать я не знаю разница есть нет вроде так же поставим сейчас все одинаковое четко пацаны показываю наглядно слушайте вот старая вот новая понятно да короче сейчас будет дальше запихивает расскажу там столько блин мозга это я уже сессив все пальцы стер докладываю ребят в общем с левой стороны я не знаю почему но легко все вытащилась и вставила все вообще четко с правой стороны можете заметить то что место вообще мало даже прин я не знаю как вам показывать вот даже все пальцем сжимаешь его больше больше не становится короче вот ну и собственно с левой стороны быстро можно было поменять справа читая заколебался вот но у меня еще на полу ковролин он трехслойный еще шумки дофига у вас может быть будет проще я поставил более короткие но они здесь и стояли более короткие болты которые шли в комплекте я еще 5 рублей нашел вот которые шли в комплекте они очень длинные вот все установил сейчас покажу вот вот так все выглядит смо зацените пацаны среди какого но все новенькая красинка надо бы это все натереть да все четко все работает прекрасно ничего нет ничего не дребезжит но и все прекрасно ну и собственно еще раз да это все установил это установил пол пол на месте все красиво все четко у меня там парктроники тусят вот ну и с той стороны тоже в общем пол вот так выглядит все супер потух штуку тоже вырезали все идеально подходит когда будете делать здесь надо побольше видите я для чего это сделал у меня все равно стелс короба будет закрывать но и вообще я думаю очень функционально получается взял короб допустим не надо тебе с вытащил все тебя в доступе вот а в следующем ролике вам покажу как сделать вот такие вот стелс короба шикарно они сюда встают вообще идеально своими руками ну и собственно поддержите ребят лайком напишите в комментариях как вам я думаю приятные такие мелочевки и еще доработка багажника в общем будем делать багажник мечты своими руками во дворе прямо здесь нафиг и ребят обязательно проверьте колокольчик чтобы вам оповещение все приходили и кстати еще бонусом мне прислали вот такую вот вонючку очень прикольная собственно у них дизайн и я еще себе докупил да заказал еще таких дева нючки на четырку но и вот это мне тоже понравилось стиль утиль наклеечка в бонусом просто прислали кстати она очень в тему сюда подошла так что бомбочка и 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 до до а ну а ну а ну попаду попаду, нет-нет-нет ай, у меня на посадке трет так, второй раз делаем ну, какой закат прекрасный так, на второй скорости, да? офигеть, ой, трет у меня что-то, блин вот это упражнение пару раз делай пальцы болеть не будут пацаны опачки так все мы прошли змейку так не все красиво у нас и что Субтитры сделал DimaTorzok